Коричневый плюс розовый и на холстик. Жидкость нужна сначала. И должна очень быстро набрать тональность. Всю тональность. Так, чтобы с 30 метров сказать, что ой, картина уже стоит. Там есть тональность красного. Чистого красного. Там есть тональность желтого, красного. И здесь еще звучит. Поняла? По моим следам все это дело. Синий пока не кладем. Синий не в коем случае. Сразу зелень пойдет и будет плохо тебе физическое замещание сделал. Хотя, если другую кисточку возьмешь, давай, прежде чем синий, просто обозначь, как темное, что-то коричневое. Посмотрите. Чтобы белого холста не было уже. И вместо синего возьмешь бирюзовый. Где бирюзовый у тебя? Вмешаешь в коричневый, и получится что-то зелененькое. Ты этим сюда побалуешься. Я уже все сделал, что ты там делаешь? Да, только куруло. Есть. Поняла подход? Да. Так, вот такими лодочными мазочками выразишь, что... Да, белил, вот еще и белил, как раз желтым. Я надо оттуда заберу? Да, забирай оттуда. Смотри, густенько. Царапки, тирки, волнение, море. Немножко завалило действительно линию горизонта. Отпусти ее. Чуть-чуть. И не спеши туда зелень не лезть. Вот здесь хорошо. Там есть краснота. Сразу ее... Может даже мастихином густо, чтобы было много краски. Ну так, достаточно. Вот такие яркие сюжеты, они не любят малослойность краски. Они любят мастихин. Смотри, мастихин создает плавность, причем остаются чуваки, вот эти наплывы. Потом их снимаешь и еще датираешь. Иначе, если ты возьмешь кисть... В чем прикол, чем мастихина? Его легко отмывать. Да. Вот. А кисть ты будешь долго тереть и мучиться. Вот мало краски. Видишь? Не чем заняться мастихиной. Чуть-чуть добавь вещества. Можешь прямо им туда таким образом втирать. Плашмя и большой, не маленькими стихиями. Что-то есть там зеленоватое в облачках. Давай сюда еще черноты подложи. Что-то у тебя краски как-то. Да я не успеваю ее прокладывать, она, знаешь, как-то так уходит быстро. Навали так, чтобы было достаточно. Вот сюда желтых, сюда белил. Белил лучше под правую руку. Да, слава. Чтобы ты знала. Уже закончил? Да. Мне надо прописать битбен. Вот, да. Здесь, конечно. А битбен, вот, хорошо. Смотри, вещества ровно столько, сколько нужно. И все идет как надо. Ну, вот он из степи запустился. Вот это надо. Все, нормально. Ну, давай, продолжай. Голубые устало делать, потому что я пока боюсь их делать. Может, ты скажешь, что это не было? Я так примерно накидала. Не боюсь. Вот я хотел бы, чтобы они были пока более горизонтальны. Дело в том, что ты как принтер больше поймешь, когда все ровненькое. То есть полосочек составляла бы рисунок. А я специально вот это не скажу. Да, вот сюда вот полоска идет. Ну, это сюда, но в горизонтальных движениях. Вот так. То есть в горизонтальных движениях. Если что, потом скривим. Ну, ничего страшного. Ты не ошибка. Так, там есть просветы небочка голубого. Вот пока я их просто побоялась. Закинут по полу. Мастихином сначала грызануло бы. Изгнав оттуда коричневость. Здесь, здесь. Можешь даже сделать больше, чем есть. Почему? Во-первых, даже если ты хочешь, как на картинке, но. Сделай заранее больше, чтобы иметь возможность закрыть. Поняла? Да. То есть не точку натурального размера, а больше, а потом опять закрыла. А в топе легче закрывает, да? Да. Так где у тебя? Ага, белило вот здесь. Значит, там у нас. Это ультрамарин, это ФЦ. Да, белило, ультрамаринчик, немножко снабженный бирюзой. Туда можно было бы засадить. Даже предварительно еще тряпочкой протереть бы. Не мешало бы. Еще знаешь, где просветик будет? Вот в этом месте. Здесь вот чуть-чуть не выглядели здесь такой. Мина, а какой это что? Там свет, солнышко светит. Какой там голубой? Там голубовая близко нет. А здесь он в то и раз беленный. Угу. Вот до такой степени. Так. Как пудру. То есть малослойно. Ну, ты уже, я думаю, ощупала вещество. Ну, да, у меня как раз это малослойно случилось. А палец только малослойно и воспринимаю, кстати говоря. Смотри, наложил. Затем по краям создам сначала такую модницу на виду. Штрихом пальца. Угу. И уже как бы просветил, да? Угу. Плюс горизонталью чуть-чуть подразобью. Согласна, да? Угу. После этого. Даже нет, еще больше сюда. Глубизны вот в эти места хочется. Такие серые стучки. Там очень сложный цвет. Там прям аж... Нужно думать, прежде чем делать. Думу-думать. Думу-думать. Значит, создал. Во-первых, это не просто просвет. Угу. Не просто просвет, а еще и подложка под перекрывающие все это дело облака. Они гораздо темны. Темнее, чем. Угу. Тоже штришочек пальца. Все это дело очень многозвучно сделаем. Ну, похоже? Угу. В этом месте так же. После этого войдут еще и света на этих темных облачках. и все гладенько. И все гладенько. Да? Да? Угу. Так. Ну, давай здесь. По такой же технологии попробуй. А пробируй. Чуть помягче их касание темному. Растяжку по длине видишь в этом месте. И они сразу же похожи на облака. Не просто как дырки, а как дырки в облаках. Тоже старайся горизонталить больше, ладно? Угу. Дело в том, что если только горизонталь, палец будет менее заметен. Видишь? Ну, разве скажешь, что это пальцем? Носом. Носом. Чем угодно, но не пальцем. Как будто принтер напечатал. И закрывать. И открывать. Поняла? Угу. Так, ну, подложечка есть. Теперь кисточка. С темной красочкой. В частности, коричневый. Плюс красный. Плюс немножко седем. Сделаешь вот это облачко уже мазком. Черневое. Так, здесь есть. Считайте, мне чуть-чуть подальше поднимемся. Не понял. Чуть-чуть. Угу. Штрих. Густоватой краской, лежачей кистью, наштрихуешь уже вертикали. Потом к ним добавится свет. Густой. Угу. Не будут облака. Это разовый прием. Но не намного он будет хуже, чем двухразовый. Поэтому я тебе советую все-таки высказаться в такой технике. Так, тут можно подтемнить вот здесь, чтобы загорелась облачко. Немножко хотя бы. Загорелась облачко. 垂直. Выс見て. Светик на этих облаках тоже выразил. Когда устанешь с облаками работать, зайдешь в море. Я сейчас оживлю краску, подниму слой и пальцем сделаю эффект свечения. Причем обратим внимание, что не совсем это ровно. Там тоже штормик что-то бушует волнообразное. Заровняем немножко то, что есть. Создастся зелень для будущих ударов света. Вот неудобно ты белила туда, заколох матерей. Будешь знать в следующий раз. Лодочки. Ну, тебе знакомо. Ребром кисти. Смотри, кисть я заостряю. Получается такая, крупный план возьми. Как бы лопаточка остренькая. Посмотри, как я краску набираю. Угу. 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 Густоватые мазки зададут тебе свет. Нужный. Вот если я Бойзовского посмотреть, у него свет вообще на такой густой. Ему там можно верить. Так. Вот на переднем плане у тебя пена. Бирюзовая. С белым. Немножко. Двадцать семь. Тоже штрих. Сформирует что-то похожее на пену. Но без света она пока не пенка, поэтому в конце все-таки пойдет на нее светик кое-где и будет нормально. А пока все в одном цвете, в бирюзовом. Плюс можно даже немножко синенького добавить. Вот он. Да? Угу. Ты смотри, в паре с коричневым он смотрится как голубой. Угу. Угу. Вот. Подальше тоже пена есть, но она незначительная. Ты ее небольшими такими штришочками по обозначай. Да и ладно. Свет в этом участке будет выглядеть как разбил цвета неба. Небо в основном это красное, значит свет будет красноватый. То есть это просто отражение неба вводит, это не прямое попадание лучей, а небо отразится в такой форме. Насчет горочек, как ты думаешь? Ну да, надо, я думаю, такую какую-то гадкую горочку, иначе скучно будет. Вот она, лидинг горизонта, где оказалась, посмотри, неожиданно. Вот смотри, ну здесь вот и похоже, что здесь немножко темнотинки поднимаются, а потом как-то вот какие-то темнотики, облачка, а потом уже... Ну давай горочку туда поставим тебе, коричневый плюс розовый. А потом она будет освещаться светом, да? Ты знаешь, нет, посмотрим, скорее всего нет. Так, какую же горлую, какую-то надоузнаваемую, может судак? Желательно в таких сюжетах горочки делать небольшими. Угу. Чтобы браками портитухи. Была в Крыму? Нет. Вот поедешь? Где только не было. А в Крыму не было. Поедешь и узнаешь. И там не было, и там не было. Нет, я была очень много в многих местах, а вот, к сожалению, в Крыму не было. У меня дети в Крыму все это проводят. Смотри, гора Носорог. Угу. А я не была. Надо исправить эту глаз. Надо. Дети поехать. Смотри, у меня фотографий-то не было. Угу. Пойдешь домой, откроешь, скажешь. Угу. И сразу, ну конечно. Тихо. Я даже не сомневаюсь. Ну, вокруг нее можно, да, вот. Да, да, да. Ты знаешь, нет, нет, не бывает там так, да. Легкое понятие о склонах, да, а свет на ней. Нет здесь света, там нет света. А откуда на ней? Лучше ее в туман еще вот так заведать. Согласна? Угу. А вот это вот черное облако, оно не будет тогда вот смотреться как-то слишком черным на фоне? А ты его еще поштрихуешь. То есть вообще сейчас светлее, да, как бы? Не, 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 не. Оно равно по своей силе темности к горе, ну, берегу. Поэтому даже темнее немножко. А оно знаешь, почему темнее? Чтоб светлее стало не больше. Ну понятно. Вот. Так, еще немножечко вот этих штучек. Ну, уже что-то мы имеем, согласись. Да то к чему бы. Вдали они коротенькие, коротенькие. Угу. Поближе, подлиннее. Еще идея вот этих лодочек заключается в том, что ближняя к нам граница ее, несколько резче. Смотри. Крупный план, если можно? Вот эта линия соприкосновения темного и светлого должна быть резче, чем вот эта. Я ее размою, и получится эффект ловный. Согласись? Угу. А эту оставлю как есть, может быть даже и подчеркну. Лодочки я делаю несколько с разбавителем, то есть пожиже красочка, чтобы легче ложилось. Угу. Множество вот этих лодочек сформируешь. Ближе к источнику света станешь ударяться в красное, в желтое. По большей части в красное. Хорошо? Да. Я тебе наброски сделал, а ты уже уточнишь. Вот линия горизонта, где. На уровне гады. Но ее не видно. Ну ее не видно, она сливается. Смотри еще, как на дальних облачках частенько проявляются вот такие штучки. По границам. Есть, да? Вот только свет падает, по-моему, да? Немножко кистью махами. Успокойся. И сразу понятно, что это облака. Они что-либо не знают. Так. Ну, как ты неудобно берегу, я думаю, Саша. Ну, Саша, ближе к облясу, не ругайся. Я не ругаюсь, я просто... Да, там неудобно. Вот, кстати говоря, важно постоянно выдавливать краски на палитре в одном и том же месте. Почему? Рука-то привыкает? Угу. Почему? Вот я сейчас, как бы, в чем моя проблема? Я, как бы, интуитивно рукой дергаю вправо, чтобы белило набрать, а их там нет. Они в другой стороне. Ты для себя выбери, где тебе удобно, уже определись ее раз и на всю жизнь. Красный, розовый. На затемнение. На затемнение. То есть, против часовой стрелки на темную. Да, на темную. Бирюза, синий и коричневый. Единственное, что те цвета, которые не основные, допустим, бирюзовые и коричневые, я их ставлю в левом углу. Ага. Потому что их режу. Да. Режу потребляю, как они дополнительные, в большей части. То есть, я в этом умею ставлю. А так, чтобы от светлого к темному, справа налево. Ну, настало время самого светлого. Вот здесь, в дырочках. Прямо солнечного, солнечного. Не против? Нет, я как раз вот и хотела их там изображать. Белый, жёлтый, красный. Как мне? Ну да. Можно и розовый. Это дело не испортить. Густая краска. Не смотри на рыхлость. Он должен быть рыхлым. Укрылистым, рыхлым. Горизонтально. Все-таки стараемся сохранять ее в горизонтали. Максимально. Косые и кривые будут в конце. Чтобы небо не испортить, сначала все-таки вот в таком, ядерном, приучи себя горизонталем. Пальцем чуть-чуть сбил. И вот рыхлый мазок превратился на что-то мерцательно-сиятельное. Так, и еще совсем разберенный, жёлтенький вот тут. На свет оттуда пошел? Угу. Так, красный. Здесь нужна такая готовая смесь, алая. У нас ее нет, поэтому, насколько возможности позволяют, насколько мы работаем. Зато так естественнее. Туда. Так. Этот же светик еще, может быть, ляжет посильнее чуть-чуть вот тут. Согласно? Подчеркну. Согласно. Чтобы напряжение там создать световое. Согласно. Согласно. Осторожно. Не просто, как вырезанное, а еще и в плоскости отдалившейся. Вот на фотографии нет этого. А еще можно было бы вот здесь какие-то просветики дать. Ненавязчивые. в миру так еще там рваный край с пеной ты не поработала я смотрю как это не работала вот это вот стоит я накидал вот это не доштриховала куда штриховать пенистый пенистый пени пени пенисто сразу стало давай белило коричневый розовый голубой это серый получится этими серостями чуть-чуть нужно посветить по макушечкам не против причем ты видишь я взял такой уклон как думаешь для чего показать что ветерок молодец ветерок туда на кухню в сторону кухни не некоторые вот так начинают и ветер непонятно куда дует а если в одном направлении да все немножко попоник не становится слушай может прозрачную волнушку сделаем одну но одно наверное надо куда свет падает вот тут вот здесь да да бирюзовый возьму ну попробуем и всякую случае не понравится уберем значит есть прозрачность не хватает глубины Штрих между глубиной и прозрачностью Так, вот сюда еще и хотелось бы Чуть-чуть светлее У тебя как-то мало места свободного Не сейчас, не сейчас Уйду Вот сюда что-то посветлее И опять же штрих между по форме скаты В данном случае на нас можно закосить в эту сторону Показать направление Да Мастихин в данном случае очень будет симпатишен В таком проявлении Как свет бликовый Почему не кисть? Уже там густая краска и все замешается Все будет не очень вкусно и интересно А если мастихина густенькая Будет красиво Согласно? Угу Вот здесь уже скат туда пошел Так, ну я думаю свет не помешает также и на пене твоей А здесь мы его не будем делать, да? Ты знаешь, чуть-чуть Будем, но чуть-чуть слегка Вот это может даже здесь и превратить в пену Чуть-чуть Помнишь, какой брал? Ультрамарин Белило Розовый Коричневый Ну серенькое что-то Можно слегка даже заворотик показать Плавное Сложный участок Можно ему ответственно подойти И плюс там сверху уже будет Похоже на мое? Угу Такое бушующее, но разноцветное, это хорошо Так Вот тут хочется свету засадить Может быть даже добавишь Несколько вот таких Как бы пеночек И придавишь их мастихинам Ну нужно делать на них акцент Угу Ну там, да, там бушующее Это бушующее, поэтому Налябисто будет слишком Чтобы оправдать Тень под волой Да Да, так даже вообще шикарно Ну и вот тоже Как бы бирюза здесь задана А подальше уже остаются От этой бирюзы Только звуки Местами И нормально Угу 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 Ну Какая-то уже Поинтереснее Порночка Ликитка Вот она Правда? Только красным Цветом неба Такая же идея Только не Не прямое попадание Не прямое попадание А Рефлекс неба Здорово Вот здесь тоже покрасненный свет Попадает В этом месте В этом месте Оказалось бы Близко к нам Но акцент ставить Не советую Никаких светов Кроме Немножко пенки Кинешь Польет Да и ладно Художники стараются Особенно там где Подпись Как ни странно Ничего особо Не рисовать Ну Ну Можешь облагородить Чуть-чуть А так Не акцентируй Там Немножие И здесь тоже Уголочек Сделаем Мутноватым О Вот тут хорошее место Для прозрачности Да? Да Там как раз Тут светло Чтобы и не одной Сидеть Ну смотри А ну Общий план возьми Посмотри Как Шикарно Так Ну чего не хватает Тут? Парусника Парусника Чтобы было интересно Чтобы заиграло А так не интересно Так очень интересно Великолепно Будет еще великолепней Ну ветер у нас Да Право Право Значит Паруса по идее Несколько наклонены Будут Да? Где ты его думаешь Поставить? Ага Хорошо Да И как раз Ему есть куда плыть Точнее не плыть А идти А таких размерчиков Да? Угу Поскольку он против света Ой пускай будет даже яхта Ты знаешь Темно Это что будет корабли? Яхточка А яхточка Парусная А где маячки? Ну у них белый парус Вот маячки Нет Белый здесь не подойдет Нет Против света всегда темный предмет Ой смотри Виндсерфинг Сначала парусок Надутый Красный Немного Подчеркну Небом можно еще и скорректировать Если чего Если вдруг не попало Форму вот так Отнимай Форму паруса Смотри как ветром его Изогнуло Изогнуло Да Жизнь Так Яхточку Там какая-то тусечка Какие-то людишки Маленькие Могли быть Маленькие 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 Так вот Совсем маленькую кисточку Я хотел бы У вас попросить Вот такую Для того чтобы Раздать Ой Что за прям Для того чтобы Раздать На яхтасветки нужно на что-то опереться может быть даже еще ветер я покажу с помощью флага ну как ты просто потрясающе гениально ну ты знаешь такую шторм прокатиться она заблудилась немножко попала в шторм возвращается что-то она решила сделать как она может убиться спасибо что пришли да куда мы ты все мы уже мы уже все твои и и и